напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так что согласно мнению сталина есть у каждой ошибки а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео у каждой ошибки есть имя и фамилия сказал иосиф виссарионович сталин в 1940 году аналогичная по содержанию высказывания приписывают лаврентию берии сергуар джиникидзе лазарю кагановичу и николаю ежову а кто первый футболист награжденный орденом ленина николай старостин советский футболист и хоккеист один из первых руководителей спортивного общества спартак был первым советским футболистом получившим орден ленина всего получил он три ордена ленина в 1937 году 1987 году и 1990 году в каком возрасте советские граждане начинали сдавать нормативы гт о гт о программа физкультурной подготовки в общеобразовательных профессиональных и спортивных организациях в ссср основа в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи существовала с 1931 по 1991 год охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет что купил себе шарик вместо валенок мультфильм зима в простоквашино начинается с ссоры шарика и матроскина поводом для конфликта послужило то что пес купил себе на зиму кеды вместо валенок они общаются при помощи телеграм который почтальон печкин доставляет из одного конца избы в другой что это за предмет советской эпохи который был практически в каждом доме в советское время сладости не только покупали в магазине их чаще пекли сами на фото специальные формы для печенья они закрыты с двух сторон что позволяло готовить печенье на открытом огне какое дерево расцвело в конце мультфильма кинтервильское привидение в мультфильме кинтервильское привидение рассказывается что согласно старинному предсказанию привидение сможет покинуть замок если его пожалеет юная чистая душа тогда расцветет сухое миндальное дерево девочка виргиния дочь новых хозяев замка пожалела привидение и тем самым помогла ему обрести покой на каком корабле в мф ссср в 1975 году произошло восстание против нарушения ленинских принципов советской властью восстание на сторожевом это вооруженный мятеж группы военных моряков на большом противолодочном корабле в мф ссср сторожевой в 1975 году руководителем восстания стал замполит корабля капитан третьего ранга валерий саблин углубленное изучение в академии трудов классиков марксизма ленинизма утвердила саблина в мысли что власть ведет народ не тем путем морской офицер разработал детальную программу переустройство общества бунт провалился саблина расстреляли а потом сделали все чтобы стереть даже память о его выступлении чим голосом говорит и поет главный герой мультфильма пёс в сапогах пёс в сапогах это мультипликационная пародия на фильм де артаньян и три мушкетера пёс гасконец влюбляется в баллонку королевы и отправляется за ней ко двору та дает ему задание спасти хозяйку которая подарила свои алмазные подвески возлюбленному герцогу беккинг ему главного героя озвучил актер николай карачинцев на стихи какого поэта написана песня день победы пыли версты обгорелые в пыли этот день мы приближали как могли день победы песни композитора давида тухманова на слова владимира харитонова о дне победы эта песня является непременным знаковым атрибутом торжеств по поводу 9 мая дня победы в великой отечественной войне не только в ссср но и в постсоветских странах что любил слон из мультфильма следствие ведут колобки колобки ведут расследование по поводу похищения из зоопарка полосатого слона по кличке балдахин известно что слон обладает добрым характером теряет волю от звуков флейты и просто обожает рыбий жир кому принадлежала идея создания в ссср пионерского движения идея создания пионерской организации была сформулирована надежды крупской которая в 20-х числах ноября 1921 года несколько раз в разных местах выступила с докладом об эскаутизме доклад был вскоре опубликован брошюрой под заглавием экэмэс и бэйскаутизм в котором предложила комсомолу взять на вооружение скаутские методы и создать детскую организацию скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию сколько детей было у мамы обезьяны из мультфильма обезьянки мультфильм обезьянки повествует о приключениях мамы обезьяны живущей в зоопарке и ее пяти детенышек четверо старших постоянно проказничают а младший совсем кроха все время хочет есть с кого никита хрущев хотел снять штаны в конце 60-х годов в беседе с послом сша когда речь зашла о действиях канцлера фрг конрада один ауэра хрущев сказал мы никогда не примем один ауэра как представители германии если снять с него штаны и посмотреть на его задницу то можно убедиться что германия разделена а если взглянуть на него спереди то можно убедиться в том что германия никогда не поднимется кто из героев фильма кавказская пленница говорил не голосом актера сыгравшего его на съемках кавказской пленницы профессиональная цирковая артистка наталья варлей демонстрировала чудеса выдержки и смелости она сама отважно ныряла в холодную воду и бесстрашно водила машину по крымским серпантином сложнее оказалось озвучивание спортсменки комсомолки и просто красавицы и леонид гайдай попросил актрису надежду румянцеву подарить свой обаятельный голос героини фильма какое неофициальное название получил восьмой пятилетний план развития ссср 1966 1970 годы восьмая пятилетка 1966 1970 годы это восьмой пятилетний план развития народного хозяйства ссср из-за достигнутых впечатляющих экономических показателей получила неофициальное название золотая пятилетка в какой советской музыкальной группе начинал свою карьеру валдис пельш валдис пельш популярный в ссср а затем и на постсоветском пространстве шоумен и актер музыкант и режиссер телеведущий путешественник один из организаторов и участник известного музыкального коллектива несчастный случай созданного в 1983 году как в народе называли советского гражданина получившего отказ на выезд за границу отказники неофициальный термин в 70-х 80-х годах в ссср использовавшийся для обозначения советских граждан получивших от властей отказ в разрешении на выезд из ссср в 1960 1980 годы в советском обществе желание человека законным путем эмигрировать из ссср уже не считалось преступлением но рассматривалось властями как предательство по отношению к согражданам а как в народе называли граждан ссср которые отказывались вернуться в страну из легальных заграничных поездок или командировок невозвращенцы народное название граждан ссср отказавшихся вернуться в страну из легальных заграничных поездок или командировок по всевозможным причинам легальный выезд из ссср ограничивался властями поэтому бегство во время пребывания за границей стало распространенным способом эмиграции лицо отказавшиеся вернуться объявлялась вне закона кого аркадий райкин называл другом человека а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео за советский период времени на эстраде появился ряд великолепных артистов и одним из выдающихся был аркадий райкин юморист оказался великолепным мастером юмористических монологов не боявшимся смело высмеивать человеческие пороки а также был талантливым актером и режиссером в одном из своих монологов аркадий райкин сказал женщина не побоюсь этих слов друг человека а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего она используется а и и и и Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.